Ребят, всем привет! Это второй ролик из выставки автошоу из Майами. Хочу вам показать те автомобили, которые я не показал во первом ролике и рассказать, что нового вышло. По факту нового мало что вышло, но тем не менее давайте посмотрим, что у нас есть по наличию, какие цены. Хотя вот мини-купер апгрейдился, давайте посмотрим по мини-куперу. Буду благодарен, если вы подпишетесь, поддержите меня. Для меня очень важны ваши подписки, ваши комментарии. Это повышает охваты и, соответственно, подписываются другие люди. Ролик немножко в топы выходит, поэтому буду благодарен, если вы меня поддержите лайком, подпиской и комментарием. И, конечно же, если кому интересно приобрести те автомобили, которые вы увидите у меня в роликах, кредиты в лизинг. Я с этим вам помогу без проблем. В мой инстаграм, в мой ватсап, в QR-код. Попадайте ко мне в ватсап, и я, в принципе, всегда на связи. Если сразу не ответил, обязательно перезвоню, отвечу вам. Итак, друзья, второй ролик с автовыставки в Майами. Посмотрим наличие, цены, ну и, конечно, ассортимент. Погнали! В прошлом ролике я показывал BMW, ругал ее немножко, там BMW X7 ругал. В этом ролике я хочу показать вам, здесь рядом стоят с BMW мини-куперы. Мини-купер очень классно апгрейдился. Вы знаете, я долгое время в BMW не ездил, потому что не так часто их спрашивают у меня. И я не могу их продавать, потому что я объяснял в том ролике, почему. Обязательно зайдите на прошлый ролик, посмотрите, почему я не могу вам продавать BMW. И не потому что я не хочу, а потому что там есть свои определенные условия. Давайте посмотрим мини-купер. Мини-купер прекрасный автомобиль, я его стал уважать именно в Америке. Раньше я его не воспринимал вообще никак. А здесь, вы знаете, я при него подглянул с другим взглядом и понял, что здесь очень достойный. Немцы молодцы, выкупили англичан и довели до ума их. Вы знаете, и до этого, в принципе, неплохой был автомобиль, говорят. Но я как-то его не воспринимал. Здесь уже, посмотрите, музыка Харман Гордон. Дверь открывается, необычная вообще. Карта дверей тканевая, очень прикольно смотрится, футуристично смотрится. Сам по себе автомобиль, давайте отодвину немножко. Не отодвигается, машина у нас незаведенная. Внутри автомобиль, посмотрите, у нас круглый такой вот экран. Вообще же необычно. Четко, знаете, как он работает офигенно? Я видел пресс-релиз нового мини-купера, вживую, вот только с вами сел сейчас, пока посмотреть. Пресс-релиз видел, когда там экран такой офигенный, там такое разрешение классное. Руль, посмотрите, как круто выглядит. Ну, я не знаю, прям шикарно руль выглядит. Здесь тоже самое, необычно все, коробка, селектор, коробка передач, как переключаете, смотрите. Ну, очень круто, все необычно сделано, не стандартно, не форматно. Вот такая у нас проекция, посмотрите, как классно выглядит. В общем, мне кажется, что достойный автомобиль они сделали сейчас, они очень круто его апгрейдили. Цена такого автомобиля 43-345, вообще копейки. Если бы они еще задают эту цену, продавали, было бы вообще идеально. Это Countryman S, очень прикольно выглядит. Вот такой у нас Countryman S стоит в синем цвете. Парящая крыша по-нашему, как говорят здесь, по-пацански здесь в Майами. Типа черная крыша, это парящая крыша. Ну, так говорят дилера. Вот, и, конечно, узор дисков здесь шикарно выглядит. Ну, еще такой вот в черном цвете стоит, очень прикольно. Очень красиво спарится. Вот еще маленькие стоят у нас Cooper S. Посмотрите, как они тоже апгрейдили. Задние вары уже другие абсолютно. Задняя часть, в принципе, габариты не изменились. Внутри тоже изменилось, смотрите, как. Теперь у нас такой вот очень прикал, вот в этом Cooper мне прикал вот этот вот мультимедиа, да, как бы круглая. Ну, реально необычно сделано. Согласитесь, прям выделяется автомобиль, очень классный. Потому что у всех два взвольных экрана уже, Mercedes Style у всех. Ну, друг друга повторяют все автопроизводители. Здесь же вообще просто отличается все. Цвет очень красивый, посмотрите какой. Тоже, Bramon у нас выступает спонсором этой выставки по Cooper, по BMW. Вот, поэтому да. Так, пойдемте дальше. Я вижу, здесь стоит Nautilus. У нас Lincoln, Lincoln Nautilus. Нашумевший автомобиль. Я его тоже, когда первый раз увидел, кайфанул. Ну, Lincoln, знаете, да, это у нас премиум сегмент Ford'а. И этот автомобиль действительно очень красиво выглядит. И этот автомобиль покупается. И против этого автомобиля, в отличие от Ford'а, допустим, или Chevy'а, я ничего против не имею. Да, говорят некоторые ребята, которые покупали этот автомобиль, бывает очень много реколов на них. Реколы – это когда отзывные компании. Так вот, раньше, если говорить про авиатор, у него были очень много отзывных компаний. Сейчас же говорят, что все нормально, все идеально. Что мне нравится в Lincoln, то, что действительно он показывает уровень. Здесь у нас, посмотрите, даже вот именно в этом наутилусе. Здесь у нас комбинированные сидения, алькантара. Очень прикольно, даже подголовники алькантара. И кожа, кожа идеальная. Кайфовая просто. Карта дверей, смотрите, как она выглядит классно. Шикарно, просто шикарно. Нравится у Lincoln, то, что у них открывание дверей вот здесь расположено. Необычно? Да, необычно. И давайте посмотрим, как выглядит с передней части вот по торпеде. Вот какая торпеда, представляете? Ваши китайцы, там из одной великой страны, постоянно мне пишут, что ваши китайцы отдыхают, ребята, да? Шучу, конечно, шучу. Ваш там китайцы самые лучшие. Я спорить с вами не буду. Так вот, здесь у нас в Америке вот этот Lincoln, да, вот этот проклятый Lincoln, он тоже у нас, видите, в экранах здесь. И неплохо смотрится. Здесь у нас получается два экрана, просто они очень-очень большие. Китайцы нам их прислали. И еще третий экран вот здесь располагается. Ну, как бы, я думаю, что неплохо смотрится. Такие тумблеры прикольные здесь тоже интересные. Ну, а так в целом, конечно, качество автомобиля просто шикарное. На очень высоком уровне. Lincoln молодцы, действительно молодцы. Руль тоже необычный у него, посмотрите. Шикарно выглядит. Панорамная крыша, алькантара здесь. Ну, это прям максималка от Noctilus, мне кажется. Потому что до этого я у дилера был. Там таких фу-комплектаций, мне кажется, я даже не видел. А есть ли доводчики? Нет, доводчиков нет. Это ж не немцы вам. Да, это ж американцы все-таки. По задней части автомобиль тоже очень выглядит прикольно, посмотрите. Полностью у нас такая монобровь. Очень красиво смотрится. Очень сдержанно. И тут тоже подсвечивается все. И, конечно, давайте цену посмотрим. Сколько этот фулл комплектация у нас. Noctilus. Цена 78,095. Ничего себе. 78 тысяч. Ничего себе. Ценник. Да. Не дешево. Но это максималка. И выглядит шикарно. Белый на черном выглядит просто шикарно. Так, старый навигатор и новый навигатор. Вот у нас новый навигатор стоит. Шикарно тоже выглядит. Сейчас посмотрим, если нас туда впустят. А вот старый навигатор. Ну, старый навигатор больше... Сейчас у меня больше появится спросом. У ребят, которые работают на Uber, на Black Uber, они черный на черном пытаются всегда купить у меня. Кстати, вот Lincoln можно сделать, в отличие от Cadillac. Cadillac дорогой получается. А вот Lincoln, навигатор можно сделать по очень классному ценнику. Кто планирует с трака слезть и пойти в Black Uber, можно сделать черный на черном. Имейте в виду, даунпеймент как минимум 30-очку надо готовить. Цена этого автомобиля 112,325. Автомобиль такой же, как и был. Ничего тут не поменялось. Навигатор как навигатор. Так, идем дальше. Шикарный автомобиль. Против ничего не имею. Вообще, Lincoln нравится. Один из американских дилеров и автопроизводителей Lincoln мне нравится. В отличие, допустим, от Ford. Так, это у нас Cross Air. Cross Air маленький автомобиль. Ну, воспринимаю я его как бюджет какой-то. Знаете, типа, не хочешь покупать большой автомобиль, тебе нужен Lincoln, пожалуйста, у тебя Cross Air. Большой экран, очень классная отделка, очень много глянца. Симпатично смотрится. Ну, прям выдающего чего-то в этом автомобиле я не могу ничего сказать. Есть и есть. Вот и все. Так, еще у нас стоит авиатор. Авиатор шикарный автомобиль. Просто бомбический. Вот авиатор я точно купил бы себе 100%. Компромисс между... Вот, если бы не было бы X5, я бы себе взял бы авиатор. Это точно. Ну, X5, конечно, на первом месте. Авиатор шикарный автомобиль. Отделка здесь шикарная. Посмотрите, у нас тут сгибающаяся спинка. Тут у нас а-ля такая атаманочка маленькая идет. Вот, посмотрите, качество этого автомобиля. Ну, просто класс. Наутилус, конечно, уже поновее смотрится. Наутилус чуть поменьше, чем авиатор. У авиатора здесь, видите, как капитанские сидения. Американский автомобиль больше капитанские сидения. Они любят капитанские сидения в Америке здесь. Да, поэтому здесь... Ну, все равно бы я X5 взял бы за такие деньги. Потому что авиатор стоит как X5. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Единственное, она шпигована здесь. Здесь он 77,950. Ну, да, X5 будет в базовой комплектации такая цена. Здесь уже будет максималка, видите? Здесь нашпигованы лучше. И диски у нас тут большие. Такой X5 будет стоить где-то в районе 95 тысяч. А здесь он будет стоить 80. На пятнашку, да, на пятнашку дешевле. Ну, взял бы я, не знаю, не знаю. Под хорошим выбором стоит. А вот у нас стоит новый, значит, навигатор. И там сидит мужик, который не дает мне зайти туда. Так, здесь он полностью отцеплен. Я бы, конечно, хотел зайти посмотреть. Но, судя по всему, наверное, там сидит персонал, наверное. Чувак из персонала, да. Ну, вот так вот выглядит. Предположим, что мы его видим только снаружи. Слушайте, ну, такие же пропорции остались у машины. Единственное, что изменилась передняя решетка, оптика изменилась. Диски по факту те же самые. Подножка, понятно. По боковой части автомобиль не изменился вообще. От слова совсем не изменился. По задней части, да, изменения есть, конечно. Кардинальные. Это монобровь, это большая. Как, собственно, у Наутилуса. Да, неплохой, прикольно смотрится. Очень даже прикольно. По внутренней части все как у Наутилуса, только больше. Да, все то же самое, ребят. Идем дальше. Ладно, не будем застрять внимание. Лексус, ребята, Казахстан, салам алейкум. Все вы любите Лексус, я знаю. Но я не отправляю, ребят, не отправляю. Не отправляю больше машины. RX 500 H. Шикарный автомобиль. Вот как раз таки, если бы я выбирал бы между авиатором, X5 или Лексусом, RX 500 H, я бы, наверное, выбрал, если по цене говорить. Нет, даже вот так вот. Между авиатором и Лексусом, я выбрал бы Лексус, конечно же. Этот автомобиль просто великолепен. Он во всех соотношениях великолепен. Надежный, минимально теряет цене. Красиво выглядит. Да просто бомба. Просто бомба. Посмотрите, в сером цвете, черная крыша. Камера 360. Я делал обзор у себя на канале. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите обзор этого автомобиля. Вот такой большой красивый экран. Гибридная версия. Адаптивный круиз-контроль. Проекция, панорама, сиденья прикольные. Все классно на этом автомобиле. Просто шикарный автомобиль. Мак-Левенса музыка. Кстати, неплохо она звучит тоже, как Хармон Гордон. Плюс-минус так же. Очень нравится этот автомобиль. Прям безумно нравится. Это прям топчик. Да, конечно, 2.4 гибрид. Это не 3.6, там, да, там, понятно, не атмосферник. Но, тем не менее, автомобиль гибридный, экономичный, хорошо едет. Красиво выглядит. Что сейчас еще нужно, да? Сейчас автопроизводители делают маленькие моторы. Да? А что делать? НХ-350H. Все видели, все знают, показывать нет смысла. Все прекрасно понимают. Ничего тут нового. Такой же старый автомобиль. Ничего пока не поменялось у этого автомобиля. То же самое здесь стоит ЕС. ЕС это у нас какое? ЕС 300H, тоже гибридная версия, красивый. Сейчас, кстати, у Lexus остается, есть проблемы по наличию автомобилей. Они никак не могут перейти на 25-й год, то ли у них проблемы с гибридами. Не знаю, короче, автомобилей не так много в наличии, но, тем не менее, этот автомобиль просто кайфовый, шикарный. Мне очень нравится. Так, это у нас электричка от Lexus. Под 0% его, кстати, можно взять. Их тоже в наличии нет ни хера у них. Они их выставили здесь, в наличии их ни хера нету. Вот, цены тоже нету, да? Да, нету. Тоже прикольный автомобиль, классно выглядит. Кому и нужна электричка, тоже хорошая версия. Так, вот, Артем. У меня на днях Артем хотел купить такую машину, и никак мы ее не смогли купить. Именно эту машину. Я понимаю Артема. Артем это мой знакомый, который купил у меня на днях машину тоже. Только Volkswagen взял в итоге. Была мечта купить Lexus, но Артем отказался от своей мечты на время. На время. И купил себе Volkswagen. Потому что у него семья большая. Двое, трое детей. Поэтому да. Это AS500. Это V8, ребята. Для такого маленького автомобиля V8 это просто мечта. Этот автомобиль покупает за ее внешний вид и за ее мотор. И все. Чисто из-за этого. Потому что это монстр. Внутри она выглядит, конечно, немножко устаревшая. Да, да, согласен. Да, устарела. Да, здесь поменять бы. Сделать немножко лучше, все красивее. Подмарафетить, если бы это все было. Идеально бы продавался. В очередь стояла бы на этот автомобиль. Из молодежи. Он стоит 70... По-моему 70 с чем-то тысяч долларов. Или... Да, 70 с чем-то он стоит. Цены здесь нету. Что да. Выглядит автомобиль шикарно. Диффузоры задние. Два выхлопа. По два выхлопа, точнее. Конкурент С-классу. ЛС 500. Не так часто их увидишь на дороге. Но, как правило, продаются. Почему нет? Тоже устарела машина. Древненькая уже. А-ля 90-е. Да, согласен. А-ля 90-е. По сравнению с корейцами уже, конечно, да, устарела. Но зато надежно. Ну и, конечно же, сегодня это Number One по продажам. Это у нас GX 550. GX 550 это у нас версия Overtravel, наверное. Скорее всего, по дискам я смотрю. И этот автомобиль, конечно, Number One по продажам у Lexus. Это новинка. Некоторые не понимают. Они говорят, что это Уазик. Это некрасивая машина. Нет, ребята. Это действительно красивая машина. Это не Уазик. Нихера вам. Это очень красивый, достойный автомобиль. Я делал тест-драйв тоже на нем. Я снимал его. Ездил на этом автомобиле. Шикарный. Очень достойный конкурент Land Cruiser и лучше, чем Land Cruiser. И если выбирать между Land Cruiser и GX 550, я бы выбирал, конечно, Lexus GX 550. По задней части тоже шикарно он выглядит. Почему-то у Lexus нет цен. Они цены все убрали. Ну, в целом, могу сказать, что этот автомобиль действительно очень крутой. Очень крутой. И цвет шикарный. Я понимаю, что скептики найдутся, которые скажут, что это говно, но тем не менее. Так, ребята, родимая Тойоточка. Моя любовь. Тойоточка. А вот моя машина стоит. У меня такая же, только белая. Один в один такая же у меня. Я купил себе Toyota Camry. Кто не знает, надо сделать на нее обзор. Один в один вот такая машина. У меня 25-го года тоже. Вот с такой же передней решеткой, которая некоторым не нравится. Вот такая у меня машина. Я вот на ней сюда и приехал. Это первый мой гибрид вообще. Кто-то скажет, чувак, блядь, ты чего, в Америке можно взять, ты можешь купить что-то. Ребята, приезжайте в Америку, начните работать. Приземлитесь с небес на землю. Поймете, как здесь все дорого. Жить дорого. И нужно экономить. Короче говоря, что мне вам рассказывать? Я вам рассказывать ничего не буду. Если кто хочет приехать в Америку, приезжайте, поработайте здесь. Поймите, сколько здесь страховка стоит, сколько здесь жилье стоит, еда. Сколько здесь надо зарабатывать, особенно если вы в Майами живете. И поймете, как здесь двигаться нужно. Поэтому переубеждать кого-то, рассказывать, что можно купить была вот такую вот, там, не знаю, там, ЕС, какой-нибудь 300H, а ты купил себе Camry. Я безумно доволен Богу, благодарен, что у меня есть такая машина. Доволен этим автомобилем. Выбор был у меня Honda Accord взять, либо Camry. Я выбрал Camry не потому, что это новая Camry, а потому, что это черная крыша. Мне очень хотелось купить себе с черной крышей. Спросите мне, зачем? Не знаю. Просто нравится. Просто нравится. Все. Не более чем. Нравится черная крыша. У Accord, к сожалению, черной крыши нету. Панорамный. Вот такой вот, прямо как здесь на Camry. Здесь же есть это. И сам по себе автомобиль немножко апгрейдился. Говорят, некоторые тоже снимал у себя в Инстаграме. Они часто мне говорили, да, это же просто же удлиненная версия Prius. Ну, ребята, давайте я вам Prius покажу, где он тут Prius у нас стоит. Сейчас покажу вам Prius. Ну, какой Prius? О чем вы говорите? Посмотрите на эту красоту. Очень красивый автомобиль. Не знаю. Вот до этого, до этой Camry, я вообще не воспринимал Camry. До этой Camry, которая вышла в 25-м году. Вообще я ее не воспринимал. Это же Camry классная. Все, ладно. У меня такая же. Пойду дальше. Crown. Ничего не поменялось. У этого автомобиля это Crown. Классный. Очень хорошо едет. Лучше, чем Camry едет, конечно же. Crown у нас стоит 51,945. Toyota ни хера нет в наличии. Но, тем не менее, эти автомобили я продаю. И в комплектации Limited, и в комплектации Platinum приезжают эти автомобили. Шикарный, красивый автомобиль. Нравится. Альтернатива очень классная. Седан, это у нас Limited комплектация. Прям нравится. Очень классная альтернатива, если вы не хотите взять, допустим, RAV4. Siena. Желаемый автомобиль. Все хотят, особенно из Нью-Йорка. Всем привет из Нью-Йорка, кто обращается ко мне. Кто работает на такси в Нью-Йорке. Кто просто покупает Siena для семьи. Желанный автомобиль. Ни хера нет в наличии. Никогда. Цена вот эта вообще просто фейк. Таких цен нет. Вот, 50,446. И то за 50,446 вы не купите. Потому что их нет в наличии. Их ждать нужно как минимум 2-3 месяца. Как минимум 2-3 месяца. Особенно в этой комплектации. Это у нас комплектация EXL. XSI, точнее. XSI комплектация. Очень классный автомобиль. Siena. Надежный. Минимально теряет в цене. Но Carnival мне нравится больше. Вот честно. Carnival больше нравится. 100%. Carnival сегодня по-любому будет убивать рынок. Carnival в наличии есть. Carnival гибридные. И они 100% будут двигать Siena. Просто все почему-то Toyota, Toyota, Siena, Siena. Ну вот, хорошо. Наличие будет. Ну, посмотрите на этот экран. Убогий экран. Почему он такой, я не знаю. Ну, блин, Siena, да, согласен. Большая, красивая. Да. Снаружи, конечно, автомобиль красиво выглядит. Так, ладно. Наша королочка. Королка. Самую базовую поставили сюда L.E. Корола L.E. 25 тысяч долларов стоит. Да, действительно так. Это не гибридная версия. Так, Highlander тоже в наличии нет ни хера сейчас. На август месяц, который я снимаю, сегодня у нас какое? Точнее, август, говорю. Сентябрь. Сентябрь, 5 сентября сегодня. На 5 сентября я снимаю этот ролик. На 5 сентября ни хера нет в наличии их вообще. Должны перейти на 25-й год и меняют они, как объясняет мне дилер. Платинная комплектация 55-695. Вот так вот цена. Так, RAV4 XSE. Гибридная версия. А, нет, они гибрид. Поставили здесь у нас камеру почему-то. Привет, привет. Hello, I'm welcome. Oh, hello. Hello. I'm good. How are you doing? XSE комплектация, полный привод. Цена у нас 52-220. Ничего себе ценник. 43 начинается. Ну, это неправда. Полный привод. RAV4. Я бы взял бы CR-V лучше. CR-V красивее. Мне так кажется. Опять же, это вкусовщина все полностью. Тоже RAV4 у нас. XSE гибридная версия. 44-470. Красивый автомобиль. Да, красивый. Ну, смотрите, как он древний. Вот посмотрите, сравните CR-V, Honda и RAV4. Ну, конечно же, CR-V. CR-V 100%. 100%. Так, идем дальше. Идем дальше. Смотрите, у нас здесь стоит Tacoma. Tacoma у нас апгрейдилась тоже красиво. Спереди, сзади апгрейдилась. Подняли нее. Ну, Tacoma очень красиво апгрейдили. Действительно классно смотрится Tacoma. Tacoma покупают в основном испанцы здесь. Очень такой автомобиль. Рабочий класс Tacoma. Меня Tacoma спрашивали несколько раз. Один раз только мы купили. И то чисто случайно. Там парнишка мне позвонил. Говорит, я сейчас приеду. Есть Tacoma? Я говорю, есть. Приехал такой, покупаю. Все, и пошли. Так, Corolla Cross Sport. Corolla Cross Sport. Это у нас гибридная версия. Комплектация XSE. Очень хороший компромисс. Тоже взять небольшой автомобиль за адекватные деньги. Так он выглядит. Toyota есть Toyota. Ничего не меняется здесь. Так, и, конечно же, есть у нас Toyota Corolla. Просто XSE комплектация. Здесь у нас тоже ничего не поменялось. Блин, я не знаю, что-то про Toyota говорить. Ну, что скажешь здесь? Toyota. И все. Просто Toyota. Так, давайте сейчас пойдем посмотрим. Там Prius. Вот GR стоит Corolla. Да, это, конечно, у нас единственный вопрос к этому автомобилю. Знаете, в чем? В моторе у этого автомобиля. Смотрите, какой у него мотор. Мотор у него 1,6 литров. Понимаете? Это очень мало. Мне так кажется. 5 GR у нас стоит. Ну, цена этого автомобиля 47 тысяч долларов. Стоит ли он этот денег, я не знаю. Что вы скажете? Мне ваше мнение интересно. А вот так вот, если посмотреть, вот это вот BMW стоит. BMW в виде, вы знаете, да, Toyota. В свое время Toyota обратилась к BMW, и они, собственно, сделали Supra. По факту это BMW у нас Z3. Так, GR Supra 61579. Так что да. Еще одна у нас стоит. А, это у нас просто GR стоит. GR это у нас 86 премиум 36 тысяч долларов. Говорят, дубовая. Не знаю, не ездил. Вот они. Калифорния, привет. Ваша машина. Машина доставщиков. Prius. Prius желанный автомобиль. У нас их так мало в наличии. Приезжают под заказ, сразу уходят они тоже. Ну, Toyota сейчас проблема. Toyota есть проблема. Prius XLI комплектация 34605. Так, вот тоже Prius у нас стоит. Красивый автомобиль. Хороший Prius они сделали. Действительно классный. Единственная проблема, что их нету. А если есть, то быстренько продаются. Цена 33 тысячи долларов в среднем начинается. Показал я вам только что. А это у нас электричка от Toyota. Под 0% можно сейчас взять ее. Тоже они не всегда есть в наличии. BZ-4X. Тоже название дали такое. BZ-4X. Но тем не менее. 52 982. И хочется показать вам. Nissan сейчас покажу при выходе. Хочется показать вам корейцев. Мне очень симпатизируют корейцы. Я их очень много продаю. И поэтому хотелось бы показать вам Hyundai. Hyundai действительно сегодня number one на рынке среднеклассового автомобиля. Который покупают наши ребята. И этот автомобиль очень хорошо порой нашпигованный. И по цене он тоже очень хорошо заходит. И одобряемость от Hyundai Finance очень хорошая. Вот допустим Sonata у нас. Стандартная Sonata. В среднем в лизинг она выходит у нас где-то в районе 500 долларов. Если про лизинг говорить. А тут тоже Bremond. Хотя Bremond такая вообще сеть дилерских не самая приятная. Цены у них конечно всегда не очень точнее. Здесь у нас стоит Ionic 5. Я вам показывал его тоже. Цены показывал на Ionic 5. Симпатичная электричка. Очень часто покупают его на доставку. Здесь у нас стоит Elantra. Elantra вот сейчас. Вчера. Вчера две Elantra у меня забрали. И есть гибридные Elantra. Есть негибридные Elantra. Очень хорошо тоже заходит. Автомобиль это у нас комплектация Limited. Цена этого 28. 28.775. За 27 можно гибридную взять. Но не Limited. SEL. Так. И это у нас Kona. Kona у нас чаще всего покупается тоже нашими ребятами. Kona стандартная здесь. Ничего нового в этом автомобиле нет. Limited комплектация. Front Drive. И вот самый покупаемый автомобиль хочется показать. Это конечно же Santa Fe. Santa Fe это версия Calligraphy. По дискам сразу видно. Шикарно красивый автомобиль. Безумно доволен этим автомобилем. И все кто покупает мне этот автомобиль. Они все говорят. Блин если бы не задняя часть этого автомобиля. Она бы просто улетала. Она просто бы улетала. Вот к этому автомобилю единственная претензия только задняя часть. Если бы у BMW кто не смотрел у меня передняя часть претензия. То к этому автомобилю по задней части претензия. Если бы они как-то обыграли заднюю часть. Это бы номер вам был по продажам. Ребята. Ни один RAV4 не стоял рядом. Поверьте мне. Даже CR-V хабы отдыхала бы. Насколько я люблю CR-V. CR-V хабы тоже отдыхала бы. Потому что вот задняя часть просто не котируется ни для кого. А вот по передней части внутри этот автомобиль просто шикарен. Посмотрите. Два сдвоенных экрана. Столько примочек. Здесь допустим когда вы поворотники включаете. У вас там слепые зоны показывают. Адаптивный круиз-контроль. Есть алькантара у нас потолок. Здесь у нас идет просто панорама. А здесь у нас с люком идет. По задней части сидения шикарные. Капитанские сидения. Но это в каллиграфе капитанские. Есть подогрев сидений по задней части. Шторки имеются. В общем комплектация у этого автомобиля максимальная. Каллиграфе. Проекция. По передней части к этому вопросу вообще нет. Вопросов нет по передней части. Она шикарно смотрится. Некоторые говорят что это холодильник. Что-то сравнить с какими-то другими автомобилями. И этот автомобиль очень-очень конкурентен. Цена этого автомобиля в районе 49 тысяч долларов. Сейчас я вам покажу. Сейчас ребята дадут. Так, цена этого автомобиля 48,380. 48,380. Вот и все. А реальная цена 49,975. Полторы тысячи у них идет дилерфи. Так что вот так. Вот так вот выглядит он. Просто бестселлер. Бестселлер. Единственная проблема этого автомобиля это задняя часть. Ну честно, если не смотреть на заднюю часть. Ну а как не смотреть? Это же автомобиль. Как не посмотреть? Ну как не смотреть? Конечно же смотришь. Так, Палисад. Палисад актуален для большой семьи. Конкурент Highlander. Конкурент Honda Pilot. Конкурент Kia Tolerate. Kia Sorento. Очень хороший, достойный, красивый автомобиль. Вопросов к нему нет. Часто покупают. Проекция. Здесь у нас каллиграфи, да, по-моему? Каллиграфи, да. Комплектация. Шикарный автомобиль. Достойная кожа. Корейцы молодцы. Просто увожу к корейцам. Они молодцы. Корейцы очень классные автомобили стали делать. У меня была Kia. Я безумно доволен. Вообще не напрягало меня. Вообще от слова совсем. Ну просто не напрягало мне это. Так, это у нас Hyundai Santa Cruz. Santa Cruz. Limited полный привод. Цена у нас 49... Фу, 43,974. Все, я уже подустал что-то. Подустал болтать. Выглядит автомобиль стандартно. Это еще старая версия. Вот Tucson уже, по-моему, должны были апгрейдить. Это у нас Tucson стоит. Версии гибрид. Там, по-моему, должны... А, нет. Он выйдет в новой версии. Уже, точнее, выйдет. Tucson выйдет. Еще тоже старая версия Tucson. Он выйдет. Тоже будет два отзывных экрана здесь. Апгрейдится тоже в 25-м году. Цена этого автомобиля в версии гибрид SEL комплектация. Средняя комплектация. 37,105. Хорошая цена. В принципе, по этой цене же я продаю тоже. Так, я, наверное, все, ребят. Я, честно говоря, подустал. Nissan. Давайте я еще Nissan вам покажу. Я же обещал Nissan показать. Так, Nissan Armada. Комплектации Platinum. Я не знаю, кто эти машины сейчас покупает. Вообще не понимаю, кто их покупает. Я понимаю, что где-то там в Азии, не знаю, где-то там в России, в Украине, может, в Казахстане. Да, возможно, покупают. Но здесь это просто... Это машина, которая жрет и забирает только деньги. Я не понимаю, за что тут платить деньги. Сколько бы она ни стоила, неважно. Это древний... Посмотрите, у него аналоговая приборная панель. Здесь все такое древнее. Я бы за эту машину ни цента не заплатил. Честно. Ничего против не имею Nissan. Просто бы не заплатил за эту машину ни цента. Но это просто динозавр какой-то. Старый динозавр, который никак не могут апгрейдить. Ладно, Infiniti QX80 сделали. Ну, блин, почему эту не апгрейдили, не знаю. Так, что у нас еще здесь есть? У нас есть Pathfinder. Давайте посмотрим. Pathfinder, есть ли у нас здесь цена? Там сидит дядька, собачка у нас забегает. Нет, цены у нас нету здесь. Окей, давайте. А, нет, есть цена. Так, это у нас Pathfinder, платиновая комплектация. Цена этого автомобиля 54 тысячи долларов. Так, а у нас еще здесь стоит Centra. Nissan Centra, двухлитровая, стандартная. Двухцветная у нас цена 27 тысяч долларов. Так, это у нас электричка. Ayer, как она называется. Я не помню, как она называется. Ну, интересно смотрится электричка. Посмотрите, внутри как прикольно смотрится. Могу сделать без проблем Nissan. У меня очень хорошее отношение с Nissan Finance. Условия у них тоже будут шикарные. Сделаю без проблем Nissan. Вам прикольно смотрится. Так, это у нас Rock, да, по-моему, или что это такое? Да, это Nissan Rock. Nissan Rock, платиновая комплектация. Цена у нас 44,325. Старая версия еще, видите, ничего не апгрейдилась. Все по-старому. Ну, а так в целом, Ford. Мы начинали с Ford. Я вам показывал все. Все, да, ребят, все. Ребят, спасибо каждому, кто досмотрел до этого момента. Честно говоря, я подустал. Я два ролика записал. У меня голос просто сел. Благодарю каждого, кто обращается. Благодарю каждого, кто доверяет мне. Подписывайтесь на мой Instagram. Там у меня есть очень много людей. Я там снимаю больше. Там у меня есть очень много людей от отзывов, как, чем я занимаюсь, как я занимаюсь, как я помогаю вам купить автомобиль. Вы думаете, если вы приехали в Америку, пошли к дилеру, как обычно, у себя в стране, и купили себе автомобиль, здесь немножко все иначе работает. И найдутся умники, скажут, что вы разводите. Я ничего никого не развожу. Пожалуйста, перед тем, как что-то обвинять кого-то, у вас должны быть реальные веские поводы, чтобы что-то кому-то предъявлять. Поэтому я помогаю купить автомобиль. Я работаю с банками. Я помогаю вам купить автомобиль по цене завода-изготовителя, без лишних всяких протекшенов, без лишних всяких, не знаю, дополнительных гарантий и так далее, и так далее. Поэтому вы у меня покупаете. Вы не выходите никуда, не выходите, не тратите нервы свои, не напрягаете, не портите свои документы, которые так сложно даются, эти кредит-скоры так сложно даются вам. Вы этого ничего не делаете. Получается, у вас есть хороший кредит-скор, у вас есть документы, вам нужна машина. Я вам помогаю. Покупаем онлайн, отправляем на ваш штат. Хотите, приезжайте, сами забираете. Все документы вы заключаете с банком, с дилером, забираете у них машину. Я вам в этом плане полностью до конца провожу. Если вы из другого штата, оформляем сразу на ваш штат с вашими номерами. Единственное, нужно будет подождать ваши номера от вашего штата, чтобы они пришли к вам в течение двух месяцев. Это происходит, поэтому это приходит к вам с вашими номерами вашего штата. Поэтому, друзья, кто смотрит меня, сидя на траке, не знаю, кушая бутерброд, попивая пивасик, благодарю, что вы досмотрели до этого момента. Не знаю, насколько это было интересно. У меня времени было ограничено, и я постарался тараторить быстрее, рассказывать, потому что мне надо ехать. Мне забирают сейчас две еще машины. И я не хотел упустить эту выставку, потому что я два года пытался приехать на эту выставку. Хотя ничего такого здесь сверхъестественного я не увидел. Все, что здесь я увидел, я продаю. Правда. Единственное, может, что-то я увидел, это вот Infiniti QX80. В этом ролике показал я вам. Или в том ролике. И увидел новый Lincoln Navigator. И то я внутрь не попал. Все, все остальное, все старое. Ничего нового я здесь не увидел. Все, что я вижу у дилерских, это здесь то же самое стоит. Единственное, все это в одном месте собрано. Чисто, свет есть и прохладно. Так что, ребят, благодарю каждого, что вы подписываетесь, ставите лайки, комментарии, ваше мнение всегда интересно. Пожалуйста, напишите комментарии. Поддержите меня, пожалуйста, лайком. Поддержите мне комментарии, чтобы поднять охваты, поднять, увидеть, чтобы больше людей просто увидело, чтобы я эту работу просто так не делал. Поэтому, к тому интересно, обращайтесь. Инстаграм, WhatsApp. Помогу вам с этим вопросом покупки в кредит в лизинг. Если у вас есть трейд-ин, по трейд-ину тоже сделаем. Если у вас плохие документы, у вас нет кредит-скора, я тоже с этим помогаю. Если вам нужно поднять кредит-скор, я тоже с этим помогаю. Все под ключ, как говорится. Все поможем, все сделаем. Не переживайте, пожалуйста. Не бывает безвыходных ситуаций. Все решаемо. Благодарю каждого. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока, друзья.